Мне бы дзен найти, да гармонию с собой обрести. Самое время прислушаться китайской мудрости. Для начала снимаем стресс, выпьем зеленого чая. Правильная дозировка, то есть 5 грамм сухого листа, достаточно, чтобы приготовить литр чая. Берут стеклянные стаканы, бросают туда щепотку чая и заливают ее горячей водой. Температура воды может варьироваться от 70 до 100 градусов. Хороший чай кипятком невозможно испортить. Просто он будет быстрее завариваться, и в пасовой особенности его немножко будут отличаться, чем если его заваришь температурой 80 градусов. Настоящие фитнес-дивы отмечают, что зеленый чай не только расслабляет, но и положительное воздействие оказывают на фигуру. Чай в основном воздействует именно даже не на ускорение, а на то, что он приводит в порядок метаболизм. Поэтому если пить чай, то он приводит вес в норму. То есть если вес избыточный, то это может привести к похудению. Если вес недостаточный, человек может поправиться за счет того, что усваиваемость пищи будет лучше после того, как он пьет зеленый чай. По мнению китайских врачей, наше самочувствие зависит от циркуляции жизненной энергии ЦИ, а также от баланса женской инь и мужского ян. Энергообмен нарушен, быть болезнью и недомоганием. На нашем теле более 300 особых точек, и каждая связана с органом или системой. Мастера воздействуют на них иголками. Никаких неприятных ощущений. Наоборот, акупунктура помогает справиться с болевым синдромом. Ее рекомендуют при нарушении метаболизма, понижении иммунитета, бессонницы и некоторых нервных расстройствах. Сеанс обойдется от 1000 рублей. Боитесь иголочек? Воздействуем на точке с помощью мануальной терапии. Она обещает избавить от мигрени и боли в позвоночнике, в суставах и мышцах. Размять косточки можно от 2500 рублей. Разумеется, существует огромное количество противопоказаний. Это заболевания костей, которые приводят к снижению костной плотности, потому что может во время манипуляции возникнуть риск перелома. Это высокая температура, интоксикация, без разницы чем. Это тоже противопоказание. Психические заболевания у пациента. А теперь пора обратиться к китайским дыхательным практикам. Начинаю продвигать себя по валику, двигая вперед. И вот видите уже, что произошло с диафрагмой. Диафрагма и ребра, они раздвинулись. Мастера говорят, практика будет способствовать тому, чтобы у нас реже случались аллергии, атиты, бронхиты и простуды. Можно вот посидеть какое-то время, сложив руки вот так на мосты. Это дает нам понимание ощущения себя, внутреннего такого положения. Спокойствие. Подышать вот так теперь полным дыханием. Мы помним о том, что при вдохе живот надувается немного, при выдохе. Втягивается. Как говорят сами китайцы, держи тело в гармонии с душой, а разум в ясности. Поэтому для достижения счастья и обретения полной свободы от проблем и постоянных стрессов лучше заниматься три раза в неделю не только дыхательной практикой, но и йогой. Тогда в вашей жизни восторжествует баланс между инь и ян. Субтитры создавал DimaTorzok